Пропажа Линды Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня мы продолжаем прохождение Star Stable Online. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чаёчек и давайте начинать. Но прежде чем мы отправимся выполнять задание, я хочу спасти одну лошадку, английскую чистокровную, второго поколения. Мне очень приглянулась вот эта серая в гречку Джессике, и я думаю пополнить конюшню хотя бы одной старой лошадкой из самых стареньких известных. Мне кажется, они действительно очень хорошо смотрятся, даже лучше, чем... Хотя с серой тоже вполне симпатично, и со светло-серой тоже, я не знаю. Я почему-то вначале хотела только в гречку. А теперь даже и не знаю, кого покупать. Ну а может быть купить двух? А знаете, да, пожалуй, спасу двух. Они мне оба нравятся. Значит, это пусть тогда у нас будет кобылка, взрослая. У нас есть капля? Капелька? Или дождь? До-до-до-до. У нас нету дождя? Вот это да. Тогда пусть это будет капелька. Капелька. Серебристая. Вот серебристая капелька. Взрослая кобылочка. 400 СК у меня. 4134 старкоинса. Так что покупаем. Прическу менять не буду. Мне они и такими. Очень сильно нравятся. Покупаем. О-о-о-о. Господи. Ну какие же они хорошие. Так, отправить на конюшню. И сразу покупаем еще одного серого. Серого. Это будет уже жеребец. И я хочу его назвать рыцарь. А вот какой только? Может быть верный рыцарь? Надо подумать. Ястребиная. Ястребиная. Настинаковая. Эпическая. Шикарный. Чудный. Чудный рыцарь. Знаете, наверное, да. А великолепный у нас есть? Великолепный. Великолепный рыцарь. Нет, мне больше нравится... Чудный. Чудный рыцарь. Да, мне больше такая вариация бы нравится. Тоже его покупаем. Так, взрослый жеребец. Да. О, господи. Ну, какие же вы лапушки. Тоже отправляем на конюшню. И сразу едем на конюшню. У Джессики неожиданно, кстати, уже было пополнение. Пока я не проходила и не делала никаких заданий. Абсолютно никаких. У нас на конюшнях у нас на конюшне появилось пополнение в виде лошадок спасенных. У меня есть английская чистокровная первого поколения. Я купила себе чисто одну модельку. Я спасла одного араба, одного пинтабиана. И вот теперь у нас еще два англичана. Так, надо также купить уход на месяц. Да. Так что теперь Майя будет ухаживать за нашими лошадками. И сегодня мы возьмем с собой, как раз таки, давайте и возьмем серебристую капельку, чтобы ее прокачивать синхронно с прохождением сюжета. Майя тут вовсе дрыхнет, спит, отдыхает. Повышаем капельку до второго уровня с помощью базового ухода. И сейчас будем искать, какую амуницию... Ну, какой ты хороший, какую амуню на тебя надеть, с которой ты будешь с нами путешествовать. Ой, ну замечательно смотрится. Мне прям нравится. Очень даже. Так. Так, 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 так. Подковы покупать я сейчас не могу. Элементарно, потому что у меня нету к ним доступа, к хорошим подковам. Это, конечно, очень грустно. Так, я возьму вот этот вальтрап. И сейчас посмотрим, что у меня по седлам. Это какое-то стартовое седло, стартовая узечка. Больше у меня-то ничего и нету. Совсем ничегошечки. Ну, видимо, седло мы возьмем вот это, а уздечку придется взять стартовую. Без характеристик, наверное. Или нет? Ну-ка. Снаряжение. Черное. Так, где-то оно вот где-то, 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 где-то. Ага. Выше. Теперь оно находится выше. Или оно просто мне недоступно? Наверное, оно мне недоступно. То, что в Морланде продается. Ну, похоже, что да. Заблокированы. Столько всего заблочено. Так. Так. Ну, да. А, вот. Вот. Я нашла. Я нашла. Я нашла. 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 Мы покупаем сет. А вот классического черного дерева как раз. Раз. И уздечку тоже. Два. Все. И сразу этот же сет и надеваем. Все. Теперь у нас хотя бы есть нормальный комплект амуниции, с которым мы можем проходить сюжет. А сюжет мы будем сегодня проходить с вами основной. В прошлый раз, если вы помните, мы потеряли Джастина. Он уплыл с Сабиной. И сегодня мы продолжим эту сюжетную линию. Прежде чем поехать в Фергроув, чтобы узнать побольше о Джоне Сэндмане, мы должны узнать, куда подевалась Линда. Мы, может быть, сможем найти какие-то подсказки здесь, вокруг? Как это странно. Да, точно. Если бы Линда поехала добровольно, то она никогда бы не оставила бы свои очки и свой мобильный телефон. И что же это такое? Страничка из одной книги? Это из книги о Питере Пане? Это любимая книга Линды. Я включила телефон. Мы посмотрим ее сообщение. Последнее сообщение было. Встретимся за конюшней в 7 часов вечера, и ты узнаешь правду. Приходи одна. Ты же нашла вещи Линды за конюшней? Там нет имени отправителя. Но мы позвоним по этому номеру и посмотрим, кто это ответит. Не боишься попробовать? Телефон лежит вон там. Дворецкий Голдфрей слушает. Кто это? Алло? Кто там? Алло? Это был Голдфрей? Да, понятно, что он в этом как-то замешан. Страшно. Мы должны с ним поговорить. Все это может быть каким-либо недоразумением. Я надеюсь, во всяком случае, что это так. Барышня, что ты хочешь? Я очень тороплюсь, извини. Мне нужно... Что? Ты позвонила мне с телефона Линды? У меня действительно нет времени на пустые разговоры. Прощай, барышня. Он пропал, не ответив на вопрос. Это становится все очень странным. Ты думаешь, что вещи Линды и страницы из книги это начало каких-то следов? Может быть. Ты ведь такая смышленая, Джессика. А что если эти следы действительно приведут нас к Линде? Ты должна пойти по этим следам. Возвращаемся к месту, где находили первый листок из книги. Линды и страницы. Линды и страницы. Линды и страниц. Я понимаю, следы заканчиваются у замка. Думаешь, она там? В замке? Я ничего не понимаю. Что? Да, точно, ты права. Я слышала слухи о плачущей девочке в башне замка. Но это действительно, может быть, она? Знаешь ли что, у меня есть несколько дел, которые я должна сделать. Но вот тебе записывающий аппарат с хорошими функциями. Скачи к замку, подожди, когда начнется плач, и запиши это. Потом мы можем прослушать это все вместе и подумать, что мы сможем сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Помню, когда я проходила это задание на основном аккаунте несколько лет назад. Это задание нужно было делать обязательно вечером. Ну или просто так получилось, что оно было вечернее. И я не понимала, что почему, когда я проезжаю по деревне Серебряной Поляны, я слышу плач. Потом я сообразила, что плачет Линда. Но моя подруга не сразу поняла, в чем суть. И когда она была на этих сюжетных заданиях, она проезжала мимо замка ночью, именно играя ночью. Услышала плачь и в панике начала мне писать сообщение про какого-то призрака или духа, который сидит в замке и ревет. Потом я ей объяснила, что это всего лишь Линда в замке, и это суть сюжетного задания, к которому она просто еще не дошла. Слышала ли ты что-нибудь? Записала ты это? Дай мне послушать. Это голос Линды. Я уверена в этом. Готфри держит ее в запертии в замке по какой-то причине. Ты должна спросить у Баронессы об этом. Она должна впустить нас внутрь замка. Баронесса сейчас за виноградниками. Скачи туда и поговори с ней. Прошу прощения. Никому не дозволено заходить в замок без моего разрешения. А что происходит в его стенах, тебя не касается. На этом часть заданий подошла к концу. Что-то как-то быстро, грустненько. Но, думаю, мы можем вернуться в Морланд и выполнить еще одно сюжетное задание там. Оно никак, правда, не связано с основным сюжетом, но отмечается все равно как важное. Продолжение следует... Да, Джессик, еще кое-что. Тан, подойди на секунду. В клубе Бобкот свободных мест нет. Да и вообще, кого попало, к нам не берут. Мы заботимся о своей репутации. Но мы хотим подарить тебе свитер в официальном цвете клуба Бобкот. Носить этот розовый оттенок – большая честь. Надеемся, что ты будешь достойной, хотя и не официальной представительницей Бобкот. Ты довольно крутая. Не такая крутая, как положено в Бобкоте, но все равно. Может, когда-нибудь ты станешь такой крутой, что мы примем тебя в клуб? Пожалуйста. А теперь нам с Бартоком надо готовиться. У нас серьезные соревнования на носу. Рассчитываем попасть на обложку газеты Юрвика. О, Джастин что-то от меня хочет. Соскучился бедный. Эх, нелегко быть популярной. Пока. Да, не важно, что Джастин уже уплыл. Задание Лоретты говорит о том, что он все еще здесь. Джессика, тебе так подойдет наш свитер? Может, когда-нибудь ты и гортку нашего клуба получишь. Нам дали очень прикольненький свитер с аббревиатурой клуба Бобкот. Ну что ж, на этом сюжетная часть подошла к концу. Жалко, что она продлилась недолго, и мы закончили ее очень быстро. Зато на следующий день, то бишь завтра, задание откроется, и можно будет проходить сюжет дальше. А там, поверьте, заданий намного больше. Так что на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем прохождении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова